Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня суббота, 26 мая. Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из книги «Деяния святых апостолов». И сегодня Церковь предлагает нам 28 главу книги «Деяния». Это последняя глава второго тома труда евангелиста и апостола, деописателя Луки. И сегодня мы всю ее прочитаем. Это с 1 по 31 стих. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. И на племеннике оказали нам немалое человеколюбие, ибо они, по причине бывшего дождя и холода, разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. И на племеннике, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, «Верно, этот человек – убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он – Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и три дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему и помолился, и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почестей, и при отъезде снабдили нужным. Через три месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове, и прибыли в Сиракузы, пробыли там три дня. Оттуда отплыв, прибыли в Ригию, и, как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путиол, где нашли братьев, и были упрошены пробыть у них семь дней, а там пошли в Рим. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено было жить особо с воином, стерегущим его. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им, «Мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, осудив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Они же сказали ему, «Мы ни писем не получали от тебя из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу. И он от утра до вечера излагал им учения о Царстве Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждали словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собой, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. «Хорошо, Дух сказоты сказал Отцам нашим через пророка Исаию, «Пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердце, и не обратятся, чтобы я исцелил их». «И тогда будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат. Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы завершаем с вами чтение книг «Удеяний святых апостолов». Вернее, мы сегодня читаем с вами заключительный отрывок, 28 главу. И здесь повествуется о том, как после кораблекрушения, который претерпел апостол Павел по пути в Рим, их встретили местные островитяне и начальник острова именем Публий. И там произошло некое событие с апостолом Павлом, которое свидетельствует о том, что Дух Святой пребывал с ним. На него напала змея, когда он пытался подбросить хворост из дров. И эта змея, спасаясь от жара огня, заскочила на руку апостолу Павлу. Это видели местные островитяне. И они подумали, что он сейчас умрет, либо в ближайшее время. И долго наблюдали за ним. Но с ним ничего не происходило. И тогда они переменили свое мнение. Сначала ведь они думали, что он великий грешник, вероятно, убийца. Что Бог, избавивший его от калибрикрушения и смерти в пучине морской, все равно посылает ему смерть в виде змеи. Но теперь они переменили свое мнение и считали его Богом. Далее он исцеляет одного из родственников Публия на этом острове. И многие люди приходили к нему за исцелением. После этого они отправляются на Александрийском корабле и с некоторыми остановками в различных городах достигают цели своего путешествия. И уже практически апостол Павел завершает последние буквально десятки километров совершает свое путешествие до города Рима по Апиевой дороге, где встречается с братьями, которые встречают его там у трех гостиниц на знаменитой Апиевой дороге. Далее апостол Павел прибывает в город, и прежде всего узников отдали под стражу, а апостолу Павлу назначили некую такую процедуру римского права. Дело в том, что всегда должен выступить обвинитель, и он должен присутствовать на суде и выступать в качестве обвинителя. А апостол Павел на суде у Кесаря должен себя защищать. И по римскому праву обвинитель должен был появиться в течение двух лет. Если в течение этого срока он не появлялся, то обвиняемого отпускали. И, как мы видим, здесь апостол Павел тоже два года пробыл и проповедовал невозбранно. И после этого, вероятно, он также проповедовал и в Риме, и в других городах, после чего он был по преданию, как мы знаем, усечен мечом, как римский гражданин в городе Риме. И здесь мы видим также, что апостол Павел проповедует иудеям в городе Рим, и эта проповедь успешна и неуспешна, потому что она вызывает споры в иудейской среде, которые не слышали, впрочем, ничего плохого об апостоле Павле. Но его слова в ком-то производят благодатное действие, а в ком-то нет. И его проповедь, его благая весть о воскресшем Иисусе Христе на основе тех, того опыта, который имеет апостол Павел, жизни во Христе, своего призвания, и, конечно же, на основании закона Моисея и пророков, он несет им благую весть об Иисусе Христе, Господе нашим воскресшем и вознесшемся. Кто-то уверовал, а кто-то нет, но апостол Павел в течение того времени, когда он пребывает в гостинице под стражей, он невозбранно проповедует. Таким образом, мы видим, что центральное значение и центральную идею, и свое намерение в описании развития церкви евангелист и идеописатель Лука исполнен. Он показал, как от одного духовного центра, от которого сам Господь повелел проповедовать и разносить благую весть, крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа, из Иерусалима эта весть благая распространяется по всему тогдашнему цивилизованному миру, то есть по Римской империи. От одного центра невидимая нить, но она, видимо, в лице деяний апостолов. Она тянется от центра Иерусалима до города Рима, другого центра. Центра тогдашнего цивилизованного мира, центра Вселенной. Таким образом, мы видим, как исполняется заповедь Христа проповедовать, начиная с Иерусалима и даже до края земли. Таким образом, цель этой книги исполнена. Поэтому дальше нет смысла ничего писать. Нам уже становится понятно, что церковь распространилась по всей территории Римской империи. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok